Друзья, приветствую! Денис из Рязани прислал посылку с образцами масла Locoil Lux 530 синтетическая. Это у нас SL A5B5. Сейчас покажу вам описание из Hyundai Creta 2018 года двухлитровый полноприводный с мотором G4NA 150 сил. Ну вот условия с очень высокой средней скоростью 45-35 и вот две баночки отработка с пробегом 7131 километр и 157 моточасов и свежие. Эталон данного масла у меня есть, поэтому я проверю сейчас свежие от Дениса, сравню его с эталоном и потом проверю отработку. Так закладываю пару капель. Сейчас посмотрим, что прибор намеряет. Значит у меня в эталоне стоит, так смотрите, противоизносных присадок 110 чуть больше чем в эталоне. 1,72 кислотная это меньше чем в эталоне, 1,8 в эталоне и 11 щелочной в эталоне. Здесь C4. Ну как-то все чуть-чуть поменьше. Блин, ну не знаю, может это от партии. Конечно и погрешности партия и чуть-чуть больше по воде, чем эталон. Ну это тоже такое, это и сам образец и условия хранения. То есть в общем-то все очень похоже, но скажем так есть и отличия. Да, думаю, что масло соответствует. Единственное, что чуть-чуть, хотя может быть та партия из которой делал эталон была чуть жирнее. Я уже не помню когда по времени. Сейчас может оптимизация, лишнего не накладывают. Так, ну и значит, как я уже сказал, вот описание и давайте посмотрим, что намерет отработка. Так, здесь прибор опять проверяет окна, фон и все. Так, значит использовалась с марта по июнь. И посмотрите, значит небольшой пробег. Да, видно противоизносные 86, то есть состояние пар трения в порядке, на мой взгляд. Нитрование. Есть нитрование на расстоянии, но здесь вопрос скорее, наверное, я думаю, к воздушному фильтру, в каком он состоянии. Процесс сгорания, посмотрите, трасса, да, и вся сажа, температура высокая, сажа вся угорает наиболее эффективно. Вот, то есть нули по саже. 2,97 кислотная, выросла более единицы, многовато, честно говоря. Ну и 5,8 щелочное и видите, да, удивительно, для для трассы воды достаточно много, то есть запас еще по маслу есть, но видно, что окисляется оно чуть быстрее, чем обычно. Я думаю, что причина, конечно, здесь высокой средней скорости движения по трассе, масло сильнее нагревается и быстрее окисляется. Сейчас посмотрим, значит, что произошло с вязкостью. В принципе, в принципе, при движении по трассе ничего особо не должно происходить. Да, видим минимальное разжижение. Я его оценил 10 процентов от максимального, то есть нормальное. Здесь, возможно, вот как раз и повлияло вот это 1100 ppm воды. Ну, это, опять же повторю, это могло и в образец попасть, если, например, пробу отбирали там в сырую погоду или уже после поездок короткие, городские. Да, не забывайте отметить видео, подписывайтесь, кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И вот такой результат. Смотрите, масло здесь приехало по нейтрированию, скорее всего, воздушный фильтр. Это же сократило и моющие и нейтрализующие свойства. Это влияет 9200, 203 мотч по нейтрированию. И я думаю, здесь на 250 должно, в обычных условиях должно. И здесь я все-таки считаю, что высокая рабочая температура. Сами по себе эти моторы, насколько я знаю, так себе не просто относятся к маслу. Вот, но здесь еще, вот видите, какая-то есть. Я все-таки думаю, что пробег небольшой, вряд ли это какой-то катализатор или там картерные газы. Тем более, написано, что масло не доливалось. Скорее всего, это воздушный фильтр. Возможно, что его давно не меняли. Сталкивался даже с тем, что люди ставят оригинальный, который не оригинальный, поддельный. Вот, я думаю, что это тоже присутствует. Такая ситуация. Вот, так что, ну так, в данных условиях это 200 моточасов для масла. Ну, немного, скажем так, немного для полнозольного масла. Опять бы 5. Ну, что-то прокомментировать. Да, если бы, если бы с нитровальным не было бы вопросов, я думаю, что 250 моточасов масло бы отработало спокойно, а то и поболее. Вот, ну, прежде всего, я думаю, что это высокая средняя скорость. У нас на высокой скорости, вернее даже так, на высоких оборотах количество вспышек на единицу времени выше и банально система охлаждения не так эффективно охлаждает масло и оно, естественно, находится в таком перегретом состоянии и быстрее деградирует. Все помним, да, школьный курс химии с ростом температуры все химические процессы ускоряются. Так же и здесь. Вот, если здесь, например, есть форсунки масляные, они поливают поршни, принимают на себя вот этот нагрев. Естественно, это тоже влияет на ускоренную деградацию масла. А так, все нормально, машина работает нормально, гликоли нет, сажа вообще в отличном состоянии по нулям. Вот, никаких каких-то вопросов нет и противоизносных присадок, минимальное изменение. Ну, вот я уже замечаю, мне кажется, все-таки есть какая-то зависимость. То есть, если пары трения повреждены, на них есть какие-то микрозадиры, там какие-то повреждения, то противоизноски расходуются больше, видимо, на то, чтобы вот эти все покрыть неровности. Вот, если с мотором все в порядке, то и противоизносная присадка в принципе стоит на месте. Ну, вот такой получился тест. Благодарю Дениса за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.